Слава Украине! Привет всем от Полонского! Мы как-то в последнее время не рассказываем о том, как работают наши хаймарсы и хаймарсоподобные пепеллации. У нас, напомню, есть немецкие марсы, есть французские аналоги, есть турецкие аналоги, есть разные, да, их много. Все, что их объединяет, это чрезвычайно точное попадание ракеты на расстоянии 70-80 километров. Сначала мы о них рассказывали-рассказывали, а теперь упускаем этот момент, несмотря на то, что они работают аж, знаете, аж гайс шумит. Гайс шумит, и они работают, и все взрывается. Вот. И один из таких результатов работы, вот он просто запредельно великолепный. Сейчас расскажу. Значит, смотрите, арашисты привезли в Херсонскую область уникальный, по-другому не скажешь, для них уникальный абсолютно пепелац, который называется передел-э. Это комплекс радиоэлектронной борьбы, работающий на огромных расстояниях, то есть он в состоянии, там, наши беспилотники, видите, нашу авиацию, видеть на черте какое расстояние, и глушить связи, противодействовать беспилотникам и организовать собственную связь. Короче говоря, эта штука за 200 миллионов долларов, 200 миллионов долларов, уникальная, своего рода их, по-моему, одна или две штуки у них всего были. Первый раз показано в двадцать первом году, то есть это вообще два года назад их только создали. Стоимость сумасшедшая. Создали и сразу попали под санкции, то есть их как бы тиражировать очень сложно. Стоимость запредельная. Вот они привезли в Херсоне для того, чтобы эта штука противодействовала нашим рэмам. Ну привезли, поставили, как говорится, в первый же день работы дядюшка Хаймарс. Это ему сильно не понравилось. Вот он его отработал. Первый же выстрел. Гух! Нету пепелаца, нету команды. Кстати, кому интересно, как это было отработано, ссылочка, как обычно, в описании к данному ролику. Смотрим, кайфуем. 200 миллионов долларов коту под хвост за несколько секунд. Это, конечно, класс, да. Это еще не все. В районе ЖП, ну так в Херсоне называют железный порт, извините, из песни слова не выкинешь. Так называют железный порт в Херсоне. На пляже они почему-то на пляже, думали, что сильно замаскировали, поставили другой комплекс. Подешевле, но все равно стоимость, поймите правильно, стоимость любого комплекса радиоэлектронного, она начинается с 20 миллионов долларов и выше. Обычно где-то 30-50 миллионов. Вот стоял точно такой же вот Леер-2 на пляже почему-то возле железного порта. Ну, то же самое. Прилетело ему прямо по Кумполу. Но это уже был не Хаймерс. Там что-то другое прилетело. Потом, может, беспилотник, может, ракета какой-то другой. Саданули. О, Бринстоун. Не знаю, не знаю, не буду говорить. Хаймерс туда не достал бы. Прилетело только тюк по башке. Первый же выстрел. На этом все. Приехал. Вот. Так что сожгли два комплекса радиоэлектроники сумасшедшей стоимости, которые очень тяжело им сейчас возобновить. В любом случае, это все было сделано мастерски и красиво. Ну, а вы спросите, а как же Путин, а как же деньги, а как же что? Так что, пенсионеры подцебят, подтянут штаны, крякнут, вспомнят Сталина, выпьют фронтовые 50 грамм. Это уже не то, что на 50 грамм у них и денег не будет. Вот. И подцебят, посидят без пенсии. Подумаешь, где лов-то, господи. Герои СВО в окопах сидят. А что, пенсионеры Путину, что ли, не помогут? Всегда помогут. Главное, чтобы Путин себе купил новый золотой ёршик туда, в Геленджик. Чтобы все было хорошо. И еще десять радиоэлектронных комплексов спалил за один день. Вот так.